Визл.рум. Твой магазин с игровой валютой. Скоро открытие магазина, и на данный момент они проводят набор поставщиков, а также будущих клиентов. Все контакты для связи в описании к этому видео. Всем хеллоу! С вами Бепа, это Линейка, и это мой чувачок. Хотел я записать видео, в котором рассказал бы вам про заточку, именно про то, что актуально, что будет и что актуально, о чем, возможно, многие из вас не знают. Потому что, по своему опыту скажу, если ты играешь в Линейку, и... не, даже не Линейку, если ты просто играешь в игру, ты в ней играешь, ты очень редко следишь за какими-то новостями, что там происходит на Корее и так далее. Ну, если ты только услышишь там из каких-то уст... В общем, не суть. Хотел вам рассказать про одно, но в итоге хочу сейчас снять про совершенно другое. Хочу вам показать, до чего же легкий кач за танка с таким вот эквипом. Причем у меня были сапоги на плюс 4, знаете, как было? Ну, такое, в общем. Я тут качаюсь со своей шиешкой, она меня не хилит, потому что вы сейчас увидите, что меня мобы просто практически не пробивают. Если даже пробивают, у меня оно отхиливает со временем здоровье. Я качался со своей шиешкой, ну и знаете, 4, даже не 4, по-моему, 5 часов утра, я ж болел тут, как бы. 5 часов утра, я такой сюда поставил себя, ее, что-то свернулся, ну и потом меня что-то разморило, и я решил пойти спать. Что вы думаете? Я не вышел из игры, просыпаюсь. В итоге кто-то, кто-то умудрился привести моба с комнаты сюда, далее кто-то умудрился его отагрить, то есть у него... Либо он ждал, пока моб на меня сагрится, но по своему опыту скажу, что они очень редко агрятся, если просто стоишь где-то далеко от того места, которое ты отвел. Скорее всего, он воспользовался скиллом, который переагривает мобов, у некоторых классов такой скилл есть. В итоге что, я просыпаюсь, смотрю, у меня 2 персонажа мертвые. Боже, я так сиранул, что что-то упало. Ну, если вы не знаете, то в линейке, когда тебя убивает монстр, с тебя может упасть какая-то шмотка. И если вы следите давно за моим каналом, вы, наверное, видели, как с меня упал бриго-шлем, который сейчас стоит недорого, но тогда он стоил вот такой вот бриго-шлем на плюс 3, тогда он стоил 2000 рублей. И у меня пригорело, и я снял видео по этому поводу. Сейчас у меня упали бриго-сапоги на плюс 4, я ни капельки не жил... ну, я не особо расстроился, но если бы, ну, там еще с шиеш какая-то херня упала, бежа там какая-то, ну, это все херня. Но если бы упал меч, у меня бы просто не знаю, что случилось. Но реально, по своей тупости, просто спать захотелось, не вывел игроков. Кто-то умудрился с комнаты привезти сюда, подождать, потому что мне, ну, вот у меня сейчас 1500 хп, и мне монстр наносил по 15 урона, плюс отхил, который я отхиливаюсь. То есть моб меня бил там больше минуты, даже, наверное, больше. Ну, там 1000 хп, окей, 500, это цпшка. Ладно, это было очень весело, просто жесть. До чего ж, понимаете, люди коварные в линейдж-2 классик. Ну, хорошо, сейчас мы с вами начнем кач. Сначала бафаемся бафом, который раз в 5 минут физзащит повышает, а также сопротивление отстрел нам дает на 20 минут. Здесь есть лучники, которых в первую очередь надо убивать в этой комнате. Качаюсь я в забытом храме, все там же, где я и качался. Топовая локация как для милишников, так, наверное, и для магов. Оп, у меня что-то пролагало. Но если для магов можно найти получше локацию, все-таки это магия, то с милишниками это явно топ. Не знаю, громко ли или не громко, по идее, я должен был сильно выкрутить. По идее, должно быть не так сильно громко. Ну вот, наглядно смотрите. Качаюсь я тут с 22 уровня. Или с 23? Не, по-моему, с 22. Ну, может, с 23. Мобы у меня были сначала желтые. Ну, а сейчас просто, видите, на идичах. С орком я записывал практически аналогичное видео, где я показывал, как... Да-да, это было аналогичное видео, где я качался прямо в этой комнате, но я вам показывал, как качаться с окном. То есть я показывал, сворачивал, переворачивался на другое окно и, соответственно, себя подхиливал. То здесь мне себя даже подхиливать не надо. И вот эти в этой комнате затупания с мобами, они появляются на этих колоннах. У меня же есть скилл агр, я просто к себе их агрю. Знаете, как легко качаться? Я счастлив, что так легко. Ну, сейчас на меня 4 моба сагрится. Признаюсь вам честно, ни разу 4 мобов здесь не бил. 3 бил, 4 нет. Возможно, хилочки нам пригодятся. Ну, давайте попробуем выжить так. Ну вот, даже вот так, смотрите, как легко мобы падают. Легкотня. Причем у меня уже можно, по-моему, учить, да, хилочку у меня уже можно учить, так как мана практически не тратится на скиллы. То есть максимум, что можно из скиллов кинуть, так это, ну, стан вот этим, вот этим скелетом, потому что они когда бьют, они отбегают, чтобы не бегать по комнате, чтобы они случайно не заграли мобов с той или вот с той комнаты, можно им стан вначале давать, что я, в принципе, чтенько и делаю. Ну, раньше он не проходил, потому что левел был, сейчас более-менее проходит, поэтому даю. Мана практически на фуле, ибо ни на что не тратится, и, блин, можно даже себя тупо подхиливать не хилками, но если вот прям пипец, а вот этим скиллом. Правда, надо выучить его, книжечка для него нужна. В некоторых скиллах, в блин, лишь два классика, нужна книжка. Она продается там, по-моему, в Глудио, можно ее найти или еще где-то. Такие вот дела. Так что вот такой вот кач, да, действительно, у меня стоит шеешка вообще в жопе мира, чтобы ее случайно ПКшники не убили, потому что ПКшники бегают здесь все те же, все та же каста ПКшников. Требуют, вымогают деньги. Причем я с ними хотел договориться, то есть у меня какой был план? Это типа, пацаны, привет, как дела? Го, я у вас протект куплю. Ну, протектом они называют то, что они типа тебя не трогают. Ты себе качаешься? Ну, так как это топовая локация, народу здесь всегда много. Они не здесь в основном, они дальше, потому что дальше мобы вообще вкусные и крутые. С них очень дорогие ресурсы падают, и на них очень круто можно покачаться. Я такой им говорю, пацаны, давайте я у вас куплю там за, ну, энное количество денег, сами называйте, там протект на неделю. То есть вы неделю, я буду спокойно качаться с шеешкой, вы меня трогать не будете. Они такие, нет, ты можешь за 1 миллион адены купить себе место в клане и находиться в клане за 1 миллион. Потом я такой, ну, не, ну, типа, у меня есть клан, в котором только я и мое окно находится, чисто чтобы ВХ было. Ну, вот у меня клан из трех человек, это все три человека, это я один. Они такие, нет, ну, давай, ладно, добавим твой клан за 1 миллион. С каким-то я чуваком, я уже не помню, общался. Типа, за 1 миллион, давай я добавлю твой клан в избранный, тебя никто трогать не будет, на 1 месяц. Я такой, ну, ребят, ну, это не серьезно, какой месяц? Мне-то надо недельку, чтобы апнуть в 37-й левел. Ну, я тогда так хотел, это был 3 дня назад. Ну, и потом я подзабил и начал в дотку играть. Вот. Ну, они такие, нет, нет, ну, и, в общем, на нет и нет. То есть, если бы они согласились, я бы, наверное, за недельку качнулся до 37-го, потому что здесь, здесь даже, может, до 38-го, но это слишком уже, как бы так сказать-то, слишком попобольно, попобольно. Да, вот так можно сказать. То есть, до 37-го здесь можно спокойно качаться. Вот, именно в этой локации забытый храм. А 37-й левел, ну, это практически, практически 40, да, практически вторая профессия. Поэтому, поэтому так. Но, чисто от себя скажу, что, как вы можете уже заметить, качаться по сравнению с тем же моим Турантиком, с которым я тут качался, постоянно себя подхиливал. Вот, даже самого, когда я бил вот этого пацана, я себя подхиливал, наверное, ну, один раз точно, потому что вносил он очень много. Тут, вы можете видеть, я себя ни разу не подхилил, причем у меня был 400 здоровья, и так как у меня есть вампирик, я себя, можно сказать, все это здоровье отрегенил, и вообще мобы мне нихера не сносят. Поэтому, поэтому очень круто, да, и можете не пугаться чемошному качу в Ленейдж 2 классик. Единственное, что херово, так это то, что опыт медленно идет, очень много опыта надо для АП-уровня. Вот, примерно, ну, сколько вот мне за монстр дают? 7,7%? 95. Воспользуемся моей великой математикой, за моба мне дают 18%. Это моб средний. Ну, в среднем, тут за одного моба еще меньше дают, а за лучника больше. Ну, в среднем, скажем, что дают мне 20%. 0,20. Итого, за 5 мобов мне дадут 1%. За 500 мобов мне дадут 100%. То есть, за 500 монстров, 500 монстров мне надо убить в этой комнате, чтобы получить один уровень. По времени это где-то занимает, ну, чисто так прикинуть, где-то занимает часа, может, 2. 2 часа за один уровень. В принципе, в реалиях Ленейдж 2 классика это недолго, я бы сказал, это очень быстрый кач. Опять же, здесь моба Х2, здесь я 1, и сам качаюсь, и очень быстро их убиваю, поэтому, можно сказать, все очень круто. Но, вообще, вообще, это все равно долго. И новым персонажам, Ленейдж 2 классик, дает вот такие вот свитки, увеличивающие на 20 минут опыт. Я уже потратил, их дали мне 30, на первом или на 10, на 10, по-моему, уровне. Я уже потратил 7 штук, вот эти я должен потратить к 35 уровню. Почему именно к 35? Ну, то есть, я так прикинул, примерно с 30 уровня, когда я перейду уже окончательно на топовых мобов, я буду жрать эти свитки. Я так прикинул, примерно до 35 мне их надо потратить, но я как раз где-то так их потрачу. Почему до 35? Потому что на 35 из вот этого сундучка дастся тебе еще 30 свитков, увеличивающих опыт уже не на 20, ой, не на 30 процентов, а на 40. Итого, можно те свитки тратить, пока ты не докачаешься до 40. Итого, за донати какое-то количество денег, я не думаю, что прям этот меч мне какой-то дикий прирост дает, но да, я быстрее убиваю, но не прям уж что пипец, намного. Задонать, в общем, немножко денег или играя за какого-нибудь, ну, играя уже в линейдж 2 классика, имея хоть какой-то шмот, сейчас вы можете там создать новый персонаж и прокачать его до 40 уровня очень-очень быстро. Серьезно, если захотеть, если реально захотеть, я думаю, можно с 1 по 40 левел взять за неделю, с учетом того, что вы будете играть по 12-15 часов, ну, представьте, по 12-15 часов за неделю иметь в линейдж 2 классик 40 уровень, это очень круто, потому что в среднем сейчас уровень где-то 45-50, а вы за неделю там догоните хоть кого-то, ну, самое главное, вторую профессию получите, там, скиллы основные откроются, ну, а как дальше? Ну, а дальше, в принципе, все то же самое, что делать дальше? Вот, допустим, ну, апну я сейчас 40 уровень, появится у меня пантера, что я буду делать дальше? Вариантов немного, либо играть в констбате, искать себе клан, искать ребят, с которыми я постоянно буду качаться, но это не мой вариант, второй вариант, просто продолжать качаться также в каких-то более-менее топовых локациях в соло, ну, мучительно, мучительно, но тем не менее, такая игра, такой ли нэш 2 классик, топы имеют сейчас уровень там, 64-ый, по-моему, максимальный, может 65-ый уже, максимальный уровень, на сервере, но я вот 27-ой, соответственно, я там именно, ну, я ваншотный парень, но это самые-самые топы, прокачаясь за там месяца 2 до 53-го, какого-нибудь, 54-го уровня, ты уже будешь, а ты сможешь за 2 месяца так быстро прокачаться, играя там часов по 10, ты сможешь просто-напросто уже влиться вот в эту основную Lineage 2 игру, ну, а дальше, соответственно, обновления и так далее и тому подобное. Ладно, в принципе, я вам хотел показать всего лишь кач, как он намного прост за танка, потому что я позволил себе сказать в прошлом видео, что танк качать намного проще, чем Туранта, может, у кого-то возникли вопросы, как так, танк же, он медленно качается, нет, смотрите, автоатака и очень-очень даже быстро, очень-очень даже быстро качается. Туранта, Туранта, пхп проседал, ну, там был легкий сет, но он был точеный, самый топовый легкий сет был, да, и там тоже бонусы мне давал легкий сет, но, видите, все равно, тяжелый сет, щит, бафы, все делает свое. На этом все, ну, да, вот я типа вот таким вот пацаном был, только не в бриге, и не с кастетами на плюс. Насколько у него кастеты? Кто скажет мне? правильно на плюс 6, потому что на плюс 5 они просто беленькие, а на плюс 6 они начинают вот такой голубизной отдавать. Либо я балабол, либо они на плюс 5. Не, по-моему, они на плюс 6, все нормально. Ну, в общем, напишите в комментариях, как вы думаете, какого, на плюс сколько кастеты, я предположу, что на плюс 6. Посмотрим. На этом все. Да, кстати, я напишу, сделайте свои предположения в комментариях, сейчас я до нее сбегаю, спрошу, насколько у нее кастеты, и где-то, где-то, ну, в общем, я отвечу, правы были или нет. Так что пишите, насколько у нее кастеты, каждому отвечу, прав он или нет. Всем спасибо, всем удачи, ребят, всем пока. Ссылка, подпис...